Здравствуйте! Есть несколько способов нагрева воды в бане, например, с помощью теплообменника и выносного бака. Такую схему мы уже рассматривали в наших роликах. Но в качестве нагревательного элемента использовался регистр теплообменник, устанавливаемый на выход дымохода банной печи. Схема эта универсальная, такой регистр можно установить на любую бытовую банную печь, но сегодня речь пойдет о печах, в конструкции которых уже есть регистр теплообменник. И у этих печей есть некоторые преимущества над универсальным решением. Практически у любого производителя печи для бани есть модификации со встроенным теплообменником. Технические решения разные, но принцип работы одинаков. Это либо труба, помещенная внутрь топки, либо наиболее часто встречающийся вариант – металлическая емкость с двумя патрубками для подключения к выносному баку. Эта схема, на мой взгляд, наиболее удачная, но и здесь есть свои нюансы. Давайте рассмотрим принцип действия такого теплообменника. Возьмем, к примеру, печь производства ТМФ, гейзер 2014 ног свитера и снимем декоративный кожух конвектор. Мы сняли с нее декоративный кожух конвектор, а под ним, на боковой стенке топки, находится регистр теплообменника, закрепленный двумя гайками к корпусу печи. Он целиком находится внутри топки, и жар от горящих дров передается в воде, находящейся в теплообменнике. Далее все просто. Два патрубка для подключения к выносному баку. Нижний для подачи холодной воды, верхний для выхода нагретой. Как показала практика, время нагрева воды в баке, если и зависит от объема теплообменника, то незначительно и составляет около полутора часов. Кстати, ранее в печах ТМФ применялись теплообменники другой формы. Они также изготавливались из нержавеющей стали, но у них была, скажем так, одна особенность. При интенсивном нагреве та стенка, которая примыкала к топке печи, деформировалась, пятно контакта уменьшалось, отчего интенсивность нагрева воды могла значительно ухудшиться. Думаю, по этой причине в ТМФ отказались от прежней конструкции. Так что на это тоже следует обращать внимание при выборе печи со встроенным теплообменником. Да, в зависимости от конфигурации бани, от планировки помещений, может потребоваться перевесить теплообменник на другую сторону печи. Снять встроенный теплообменник довольно просто. Достаточно ослабить две крепящие его гайки, открутить их и переставить на другую сторону печи. С противоположной стороны топки есть две заглушки, которые также снимаются и на их место устанавливается регистр теплообменника. Как видите, сделать это довольно просто, если в конструкции печи заложена такая опция. Подключается встроенный теплообменник к выносному баку точно так же, как и универсальный надеваемый на выход дымохода печи. Если будете подключать самостоятельно, то обязательно воспользуйтесь схемой, которая находится в руководстве по эксплуатации. Ну и для подключения рекомендую использовать стальные гофротрубы и фитинги Лавита. Ссылка на видео, в котором можно посмотреть, как это делается вверху, а ссылка на товары для монтажа в описании к этому ролику. Теперь разберемся, какие же преимущества дает встроенный теплообменник по сравнению с универсальным. Подключение к выносному баку аналогично универсальной схеме. И главное требование в обеих схемах это расположение выносного бака. Он должен быть выше теплообменника. Из этого вытекает первое преимущество. Бак для воды можно разместить ниже. Особенно это актуально для бань с низким потолком. Ну и наливать воду в бак, расположенный ниже, будет гораздо удобнее. Второе. Освобождается выход дымохода печи. На него можно установить, например, на трубную каменку даже еще один бак для воды, для того, чтобы получить еще больше горячей воды. Третье. Подключение трубной арматуры в случае со встроенным теплообменником будет выглядеть менее заметно, аккуратнее. Четвертое. При поломке теплообменника, например, в случае, если забыли слить воду на зиму, не нужно разбирать весь дымоход. Достаточно приподнять конвектор, заменить теплообменник на новый и переподключить его. Ну и последнее, пятое преимущество эксплуатационного характера. При заполнении водой связки бак-теплообменник на внутренней части универсального теплообменника неизбежно будет образовываться конденсат. И при начале протопки это место может засаживаться. Так что дымоход, имеющий в своем составе теплообменник или бак, требует более пристального внимания в плане чистки. Уверен, что все вышесказанное поможет определиться с правильным выбором. Но если у вас остались вопросы или вы хотите уточнить какие-то моменты, то смело пишите нам в комментариях здесь, на сайте farnax.ru или в соцсетях. Заходите в магазины Farnax, будем всегда рады помочь. До встречи!